Тема моей лекции сегодня – это основные факты о папилломо-вирусной инфекции и ее роль в развитии раковых заболеваний у людей. Конечно, мы уже много послушали сегодня, и какие-то вещи, надеюсь, будут все равно новые. Я постарался ее адаптировать таким образом, чтобы она была в связке с лекциями, которые вы уже слышали в начале этого утра, утренней сессии. Папилломо-вирусная инфекция – это безоболочный ДНК-вирус маленьких размеров, с двойной спиралью ДНК, размер где-то 5700-6800 основных пар. Он принадлежит большой группе папилломо-вириды, которые в целом называются папилломо-вирусы. Семейство состоит из 16 родов, и родовая особенность основана на идентичности гена L1, который кодирует капсульный белок. В вирусе папилломы выделяют три региона – ранний, зеленые стрелки с буквой Е, а поздний – синие стрелки, и восходящий – это регион между L1 и E6 с точкой Ори. Они ответственны за разные функции, связанные с трансмиссией, при присоединении клетки, прохождению, развитию и так далее. Значит, что важно, что вирус папилломы отличается очень строгим тропизмом, тропизмом как хозяину, так и тканям. Значит, то есть мы, как правило, не видим перекреста между видами, то есть от людей и животных наоборот, как правило. И тропизм тканевой заключается в том, что вирус может поражать как слизистые, в этом случае выделяют группу по тропизму мукозную, слизистых ВПЧ, и группу кожных ВПЧ. Второй очень интересный момент, то что ВПЧ, он необычайно, значит, он присутствует практически везде, практически везде. Значит, в основном он передается половым путем, и люди становятся, большинство людей становятся ВПЧ-инфицированными после начала половой жизни. То есть в течение всей жизни все, кто присутствует в этой аудитории, были или есть, остаются или заново инфицированы ВПЧ-инфекцией. То есть это такой факт, который нужно просто принять. Хорошая новость в том, что большинство этих вирусных инфекций самоизлечивается. То есть в течение, по разным данным, от 6 до 24 месяцев вирусная инфекция исчезнет. У большинства из этих людей, кто инфицируется. И существует обратная связь между элиминацией вирусной инфекции и ее продолжительностью. Справа на картинке указаны данные по распространенности вирусной инфекции попелома человека в разных регионах страны. Извините, в разных регионах мира. И посередине оранжевым отмечена распространенность в среднем, в цервикальном канале у женщин с абсолютно нормальной цервикальной картиной. Как много типов ВПЧ есть? Потому что мы знаем, что их много. И на сегодняшний момент данные от апреля 2019 года из референсного центра ВПЧ, который расположен в Каролинском институте. Они говорят, что на сегодняшний момент есть 226 различных генотипов. Но в принципе есть данные до 360 новейших ВПЧ-типов. Однако не все они клонированы. Не все они обоснованы как типы. И поэтому окончательная цифра на сегодняшний день – это 220 различных генотипов ВПЧ. Справа видна картина современная филогенетического дерева ВПЧ-инфекции. Большинство генотипов, которые есть, принадлежат кожным типам, гомотипам. И альфа-типы, в число которых входят онкогенные типы, которые выразывают онкологические заболевания у людей, в альфа-типах где-то 60 генотипов. На сегодняшний день тенденция такая, что почти все новые типы, которые регистрируются, это типы принадлежат гаммам ВПЧ. Есть всего лишь один тип МЮ, с 1991 года открыт, и больше никаких новых типов не было. В принципе, 5 этих типов – альфа, бета, гамма, НЮ и МЮ. Какие наиболее частые встречаются типы во всем мире? Была прекрасная статья по этому поводу, которая анализировала данные у женщин с нормальной психологической картиной, более миллиона женщин с пяти континентов. В этой статье был обзор всех исследований, ревью. Было показано, что распространенность ВПЧ высокая, она варьирует по регионам, но в целом ВПЧ 16, 18, 31, 52, 58, они, как правило, превалируют во всех регионах мира. В агентстве, в Международном агентстве по защитению рака, уделяется 13 типов, это было публиковано на монографии еще в 2012 году. Значит, и из этих 13 типов на сегодняшний день 9 закрывает самая современная вакцина. То есть, есть бивалентная вакцина закрывает тип 16, 18, есть квадривалентная, которая закрывает 2 онкогенных типа, и двойне онкогенных типа, возбудителей бородавок 6, 11, и остальные типы покрываются 9-евалентной вакцины. ВПЧ, доказанное, является фактором, который вызывает раки, различные раки у людей. 100% он ответственный за возникновение рака шейки матки. Значит, за возникновение рака анального канала, ну, здесь в таблице указано 88, хотя вот я последние данные, которые читал, там было свыше 90% рака анального канала, обусловленный ВПЧ. Также он ответственный за достаточно большую пропорцию рака влагалища, порядка 20% бульварный рак, до 50% рака полового члена и минимум 30% орофарингеальный рак и другие органы. Патогенез ВПЧ-инфекции начинается с того, что в результате какой-то микротравмы инфекция проникает в слизистый и в ее базальный отдел. И дальше она может оставаться в достаточно такой молчаливой фазе годами и десятилетиями, или же может начать продуцировать инфекцию. Вот эта персистенция, это ключевое слово, это персистенция с ВПЧ-инфекцией, потому что обнаружение ВПЧ не означает, что у женщины и мужчины будет рак, а вот эта персистенция с ВПЧ-инфекцией и последовательное накопление генетических изменений, оно в конечном итоге приводит к возникновению ракового заболевания. В то же время возможно разрешение от инфекцирования ВПЧ, если есть иммунный ответ организма. Кратко, это можно представить на этой диаграмме. Значит, внизу, вот эти четыре квадрата, нормальная шейка, после этого наступает ВПЧ-инфекция. ВПЧ-инфекция может длительное время находиться в молчаливом состоянии, может прогрессировать до предракового состояния. И до этого состояния, в принципе, все может вернуться обратно. Однако после того, как предраковое состояние дальше прогрессирует, наступает инвазивный процесс, дальше мы сталкиваемся с раком. Значит, важный момент, хочу отметить, что это все касается рака шейки матки. Почему? Потому что рак шейки матки, как я сказал, это большая проблема. 100% рака шейки матки обусловлены на ВПЧ. Больше 570 тысяч новых случаев в ежегодные, где-то половина из этих числа – это число смертей от рака шейки матки. То есть, это реально глобальная проблема. Естественно, что большинство исследований были по раку шейки матки сделаны. Значит, здесь данные, здесь картина представлена по заболеваемости, здесь картина представлена по смертности. Я не буду идти глубоко в детали, просто хочу обратить внимание на три региона. Это суббогатвариальная Африка, это страны Латинской Америки, это страны Восточной Европы, Которую, к сожалению, тоже ходит Российская Федерация, о которой Алексей Михайлович сегодня нам рассказывал, и Антон Барчук, насколько проблемы это выражены. Значит, то, что ВПЧ является причиной рака шейки матки, и, соответственно, диагностика ВПЧ-инфекции может предотвратить, может диагностировать ВПЧ-инфекцию у женщины и, соответственно, предпринять примитивные меры, которые способствуют обнаружению педракового заболевания в дальнейшем и, так сказать, предотвращению возникновения рака, было показано в разных исследованиях. Здесь одно исследование, которое было опубликовано в 2014 году, в котором я имел счастье участвовать, это SweetScreen, где были анализированы данные из 12 тысяч женщин, которые были протестированы цитологическим методом и методом ПЦР-диагностики на ВПЧ-инфекцию. И было, в принципе, показано, что, вот если посмотрите на диаграмму, нижняя крайняя пунктирная линия, это, в принципе, те женщины, которые были в ВПЧ-инфекции отрицательные на протяжении всего этого времени. Значит, и верхняя линия, зеленая, это те женщины, у которых были отрицательные цитологические результаты. Принимая вот это, это одно из исследований, были несколько других, более крупных исследований, как правило, в европейских странах и в Соединенных Штатах Калифорнии. И суммируя все это, все эти исследования, все данные, которые были накоплены, Всемирная организация здравоохранения предложила, так сказать, трехэтапную профилактику рака шейки матки. Первая, первичная профилактика, она направлена на вакцинацию против ВПЧ-жи, для девочек от 9 до 14 лет и, желательно, для мальчиков тоже. Вторичная профилактика, она включает в себя скрининг, то есть диагностику предраковых заболеваний и адекватное лечение этих женщин от этих предраковых заболеваний. И третичная профилактика, она уже фокусируется на лечении инвазивных раков. О ней я не буду говорить. В мае 2018 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призвал к акции глобальной по элиминации рака шейки матки, потому что мы впервые, накопив знания и возможности, столкнулись с такой ситуацией, что мы можем элиминировать рак в течение рака шейки матки в течение этого столетия. Для этого необходимо ряд действий предпринять, которые включают, вот профессор Аксиантила говорил об этом, 70-процентное покрытие вакцины, 90-процентное покрытие лечением и 30-процентное снижение смертности. Достижимое, все это должно быть достигнуто 2030 году. Здесь мы сталкиваемся с рядом сложностей, потому что во всех странах ситуация с заболеваемостью смертностью разная. Здесь представлен такой график, это список стран, которые участвовали в семинарии по скринингу, проводимом в агентстве, и также те страны, с которыми наша группа конкретно имеет научные проекты. Вот там в левом столбике видно Российская Федерация, то есть отношение смертности и заболеваемости, заболеваемость где-то 32 на 100 тысяч и смертность 12 на 100 тысяч. И сегодня был вопрос по поводу вакцинации, что вот дорого-недорого. И я хочу процитировать моего коллегу из странного офиса ВОЗ в Республике Беларусь, Валентина Русовича. Когда мы проводили семинар в Митске по поводу ракошейки матки, он сказал, что количество женщин, умирающих в Республике Беларусь, чуть более 300 с лишним. То есть, когда мы говорим об этом числе, мы должны представить Боинг, который разбивается каждый год в стране. Это на население 9,5 миллиона. Теперь мы представим, если население больше, и помножим эти цифры, то мы можем посчитать приблизительно, сколько Боингов разбивается каждый год, и тогда можно говорить о том, насколько это экономически целесообразно. Достаточно простое сравнение, но мне оно очень понравилось. Здесь представлены цифры, не цифры, диаграммы по данным, сгенерированным с Майеровской платформы Глобакан, и слайд предоставлен Европейской региональной бюро ВОЗ. Красным показаны показатели смертности от ракошейки матки в европейских странах, а зеленым показаны показатели смертности в странах постсоветского пространства, СНГ, русскоговорящих странах, как хотите, назовите. То есть видно, что где-то после 90-х годов эти линии пошли совершенно в разные стороны. Все это было про рак шейки матки. Что по поводу рака анального канала? Рак анального канала достаточно редкая вещь, намного реже, чем рак шейки матки. Но интересная тенденция наблюдается, что он растет ежегодно. По данным Соединенных Штатов, на которые можем облагаться, потому что, я считаю, по крайней мере, я единственный данный, который представить можно, за длительный срок наблюдения, они отмечают, что прирост составляет где-то, по старым данным у них было 3,3%, по новым данным у них плюс 2,2% ежегодный прирост с заболеваемостью раком анального канала. И есть некоторая синергичность, схожесть между анальным и цервикальным каналом, потому что там также есть транзиторная зона, которая таргетирует ВПЧ-инфекция. И так же, как для рака шейки матки, для анального канала, необходимо, чтобы ВПЧ-инфекция была персистирующая. Но есть различия. Рак шейки матки поражает в основном я молодых женщин, а рак анального канала где-то женщин около 60, и чаще встречается у женщин, чем среди мужчин. И еще такая сложность есть, что исторически так сложилось, что во многих странах в регистрах рак анального канала и рак прямой кишки суммируется, хотя у них разное этиологическое происхождение и суммируется в одни показатели. Данные по раку анального канала ограничены. Говоря о факторах риска среди женщин по распространенности анальной инфекции, интересное было исследование, приведенное в Коста-Рике, где выяснилось, что среди молодых женщин до 29 лет наблюдалась высокая частота встречаемости анальной цервикальной ВПЧ-инфекции, где-то порядка 30%, независимо коррелирующие друг от друга, и выяснилось, что для всех женщин наличие положительной ВПЧ-инфекции в цервикальном канале было связано с количеством половых партнеров. Однако для тех женщин, которые сообщали об анальном контакте, соответственно, там влияло количество партнеров, с которым практиковался анальный секс. Но с женщинами, у которых были анальные фиссуры, такой связи не наблюдалось. У гетеросексуальных мужчин ВПЧ-инфекция встречается достаточно часто. Данные, они достаточно ограничены, потому что, как правило, все исследования сфокусированы на группе МСМ мужчин, практикующих секс с мужчинами. У меня была возможность тоже поучаствовать и, в принципе, проводить исследования, связанные по диагностике ВПЧ-инфекции среди гетеросексуальных мужчин в сравнении с гомосексуальными мужчинами, ВИЧ-отрицательными, положительными в российской популяции. И могу сказать, что вот среди той когорты, которую мы обследовали, 16% ВИЧ-отрицательных гетеросексуальных мужчин имели ВПЧ-инфекцию в анальном канале. Эта цифра, она гораздо больше в том случае, если мужчина инфицирован в независимости его сексуальной ариентации. То есть 50 раз чаще встречается у ВИЧ-инфицированных гетеросексуальных мужчин и в 100 с лишним раз встречается чаще, чем у ВИЧ-отрицательных гомосексуальных мужчин. У ВИЧ-положительных женщин такая частота в 13 раз с лишним. И заканчивая тему с анальной инфекцией у мужчин, хочу сказать, что у гомосексуальных мужчин ВПЧ-инфекции встречаются очень часто, так же, как встречаются предраковые заболевания. И прогрессия от предраковых анальных поражений до анального рака, она реже, чем это в случае шейки матки. Значит, на сегодняшний момент нет никаких руководств по скринингу, профилактикой, которую мы могли бы делать для ранней диагностики рака анального канала вне зависимости от ориентации мужчин. Еще один рак, который интересный, это орофарингеальный рак. Здесь данных еще меньше. Мы знаем, что пропорция определенного орофарингеального рака, она вызвана ВПЧ-инфекцией, и что в 90% случаев она вызвана ВПЧ-16 типа. И, как я уже сказал, да, что где-то там 80 с лишним тысяч случаев в год определяется орофарингеального рака, по свежим данным, отличается от тех цифр, что я показывал в предыдущем слайде. И на сегодняшний момент нет четких данных, что ВПЧ-вакцинация, она может помочь в профилактике ВПЧ-инфекции. И мы наблюдаем также рост рака орофарингеальной области в развитых странах. Здесь представлены данные Соединенных Штатов. Если вы обратите внимание, вот на ту синюю линию, которая вверх, это ВПЧ-положительная орофарингеальная область, и серая линия – это ВПЧ-отрицательная орофарингеальная область. То есть, по данным, которые были проанализированы с 2008 года по 2004 год в двух американских штатах и Лос-Анджелесе, то есть видно, что заболеваемость со 100 тысяч населения, она растет, а увеличилась, а заболеваемость орофарингеальным раком среди ВПЧ-отрицательных пациентов в орофарингеальной области, она статистически снижается. И, да, ну и также прогноз такой, что, в принципе, мы в будущем ожидаем линия, которая идет вниз, верхняя, это распространенность раком шейки матки, то есть мы ожидаем, что она будет снижаться, в то время, когда распространенность раком орофарингеальной области, красная линия идет вверх, это для мужчин, и там более нижняя прозрачная область, это для женщин, а для мужчин идет вверх. Так, что еще? Да, ну и выводы. ВПЧ – это не только самая часто встречающаяся инфекция, передающаяся половым путем, но также и агент этиологический в развитии нескольких раков у людей. Значит, элиминация рака шейки матки, она возможна, возможно в этом столетии, но стратегии по профилактике рака шейки матки должны включить в ВПЧ-вакцинацию и, желательно основанную на ВПЧ-диагностике, особенно в странах с низкими и средними доходами, популяционными скрининговыми программами. На сегодняшний момент нет эффективных скрининговых программ для других раков, и существует, несмотря на то, что есть достаточно большая пропорция этих раков, вызванных в ВПЧ-инфекциях, и они теоретически, возможно, могут быть профилактированы в ВПЧ-вакцинацию, но мы этого окончательно не знаем. И я только хочу сказать, что в этом случае нам нужны дополнительные исследования, и, собственно говоря, это была одна из причин, почему я и доктор Изабель Хёрд были здесь до Конгресса. Ну все, спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok